Так иду, превращаюсь на мой. За плечами у нас готический костел, собор гостический. Готический, гостический, готический. Первый раз сегодня гуляю по Барселоне. На самом деле нужно сюда вечерком выходить. Сегодня, кстати, суббота. Завтра у нас обычный план был какой? Мы ходили на экскурсии и потом вечером бежали, чтобы успеть в магазин. До восьми максимум работает магазин. Получается, что нужно успеть. А сегодня разошлись пути. Я отправился один погулять еще по городу. И получилось так, что наткнулся на вот этот готический собор. Но хотел я, честно, дойти в сторону моря. Посмотреть на набережную. Но это на самом деле очень далеко оказалось. Короче, завтра будет план какой? Завтра, скорее всего, мы не будем дожидаться вечера, чтобы шлепать домой. А пойдем тусить по городу вечером. Потому что здесь вполне себе такая интересная программа. Народ шлэндается туда-сюда. В принципе, магазины работают. В принципе, неплохо. Главное, чтобы полицейские меня не загребли бы на красную еду. Прошел. А вон они там стояли. Товарищи эти. В общем, Барселона. Движуха вечером в центре. Вообще адская. Народу просто километр. Хотя сейчас по местному времени еще рано. По Минскому сейчас 9 часов вечера, по местному где-то 7. Но у них довольно-таки темно в это время. И, блин, где я сейчас нахожусь? На площади на какой-то я нахожусь. Walking tours, карт. Что тут пишут? Вот, кстати, интересная штука. Есть две конторы с автобусами в Барселоне. Первая это Barcelona Tour. А вторая Bus Tour. Вот мы ездили на Bus Tour. И, не знаю, я попробовал бы на Барселоне Tour. Во всяком случае, с виду вроде там и автобусы поновее. И вроде как бы поинтереснее даже что-то там у них внутри. В этих автобусах. Вроде и зарядка есть для телефона. Вот. Ну, пешими турами я вот сейчас занимаюсь. Сейчас узнаю, где я нахожусь. А нахожусь я на площади Каталонии. Каталуния. Как я так быстро? Вот, классные штуки местные запускают. Какая-то новая фишка, видимо, которую продают негритянское наше народонаселение. Я установил себе на телефон оффлайн-карту, которой нужен только GPS. И поэтому всегда... Вон, сколько их. Ух ты, басенька. И поэтому всегда можно определить, где, собственно говоря, я нахожусь. Как говорится, и где я нахожусь. Сейчас это площадь Каталуния. Вот интересно, что же не запускают такое? Сейчас подойдем поближе. И посмотрим. Вот он подобрал. Вот, смотри, детки уже побежали. Что запускаешь? С резинки. А он на пропеллерщике приземляет. Ну, по-челдрен, мэйби. Народу, в общем, немерено. Еще одна местная забава, это продавать селфи-палки. Вполне себе интересно получается. Вот делаю вид, что я его не снимаю. Ладно, сниму этого чувака. Они везде продают селфи-палки. Не знаю, как продается, но продают. Ну, раз продают, видимо, продается. Тут вообще такая забава с продажами. У эмигрантского народонаселения продают все, что можно продать. Вполне себе по дешевке. Вот сейчас мы на ночной площади Каталунии. Итак, с левой руки правую я уже накачал. Теперь буду левую качать. Вот так вот движуха вот такая на площади Каталунии. Поздно уже. Это где-то по местному 7, где-то полвосьмого вечера. Находимся мы в такой интересный объект. Здесь, получается, днем голуби бегают. Их полно. Местные торговцы приноровились продавать корм для этих голубей. И голуби настолько приучены к этому корму, видимо, уже со временем, что едят его, не знаю, там из рук, из ног. И местные, и туристы развлекаются путем кормления голубятины с рук. Вот. Можно обсыпать себя кормом. Голуби тебя окружат и будут лопать его. Вот такие вот фонтаны. Интересные. Здесь есть на площади. Попробуем заснять их. Оп, фокусируйся. Вот, сфокусировался. Вообще, Барселона, на самом деле, очень красивый город. И из тех городов, в которых я был, по плотности всяких таких архитектурных мегаэлементов, это один из лучших. Можно с ним сравнить, разве что Санкт-Петербург, но Барселона вполне себе. По поперечнике она примерно 13 километров. По размерам, как Минск. Но здесь такая плотность постройки и такая плотность именно авторской, дизайнерской постройки, что диву даешься. Можно просто ходить и снимать, и снимать, и снимать, и снимать всякие разные элементы. Вот мы сейчас прошли, опа, на площади. Вот так вот, опа. И вот такой вот интересный у нас водопроводный краник появился. Видите? Здесь уже современная более-менее кнопочка. Можно нажать, польется водичка. Но краник, видимо, старый. Водопроводная колоночка такая. Не знаю, какого качества водичка. Пробовать, конечно, не стану, но руки помыть или фрукты какие-нибудь при желании можно вполне. Сохранилась, видимо, со старых времен, потому что кованая, чугунная, ну или летая. Вот. Есть также герб тут. Сейчас фоткаем его крупным планом. Не знаю, что за герб. Два креста и две палки по диагонали. Но, видимо, местный какой-то местного правителя все время ставили эту чудо-штуку на нужное горожанам. Оп. И я снова с вами. И теперь пойдем, мы, наверное, поснимаем фонтаны. Фонтаны здесь поющие. У-ху. Кстати, да, надо было предыдущие там попробовать такой формат съемки с руки, но снимал я такие постановочные кадры. Всякие там... Посмотрел я в интернете, что нужно снимать роликами маленькими, секунд по десять, с небольшими наплывами, наездами. И тогда из этого форматировать потом видео Посмотрим Итак, произошла перезарядка патронов В нашем случае флеш-карты Что касается фотосъемки Любителям поснимать на фотоаппарат А у меня Canon с функцией Я думаю, хорошие видеозаписи Лучше с собой брать 3 комплекта батареек И 2 карточки по 32 гигабайта Причем на эти все 3 комплекта батареек Лучше иметь 3 зарядных устройства В данном случае мне нужно было бы Вместо 8 батареек И 2 зарядных устройств На 2 батарейки каждые Брать с собой 12 батареек И 3 зарядных устройства на 4 батарейки каждые И 2 карточки на 32 гигабайта Итого получается примерно 3 часа видео Можно было подснять на мой аппарат В том разрешении, в котором он снимает Во всяком случае Мобилы Честно скажу, рядом не стояли Вот я пошел почти фонтан Это у нас площадь Каталуния Вот Движуха тут, конечно же Адская Происходит вообще Во все стороны Ну и, наверное, пора двигаться домой Потому что время позднее И завтра Я думаю, нужно будет пораньше Встать, чтобы больше успеть Итак, наша станция Лесопс И мы идем Сартину Это выход Посмотрим, куда он нас приведет Кстати, в испанском метро Двери И снаружи тоже открываются По требованию Если не нажать эту ручку Она не откроет дверь И все Это когда первый раз приехали Подумали, когда Какая дверь открывается Вот там вот метро Надпись есть На табло Это время, соответственно, как у нас До отправления следующего поезда Оп И нету Экскаватор, кстати, только с одной стороны Всегда на подъем На спуск Спускайтесь ножками Сейчас народу совсем нет Оп Вот так вот выглядит Подъемничек у метро С этой стороны экскалатор А с этой вот лестницы Стандартная линия В испанском метрополитене И выход, соответственно, из нее Оп Мы вышли Кстати, везде Практически на всех станциях метро Есть вот такие лифты Это лифты для инвалидов У нас они строятся только на новых Ну, здесь, может, я на старых не был Но они, во всяком случае, есть И можно сверху, собственно говоря, спуститься В метро Идем мы в сторону Сартиды Вот, интересная такая сторона Посмотрим, что у нас там будет Но здесь это более современный выход Насколько я понял Потому что здесь выходные турникеты, они электронные Вот они, электронные турникеты То есть Мы можем сюда подойти И они теоретически Оп, открылись Мы идем На выход Так Станция метро Вот автоматы По продаже Билетов Я, как понял Здесь на каждую линию Отдельные билеты Наша линия была У нас зеленая Поэтому я тогда выбирал зеленую линию Когда покупал билет Брал билет На метро Аннуляром Так Вот, если взять 10 билетов Объединенных И метро И автобус То они выходят В 9.95 То есть по евро А если мы возьмем Билеты Просто на метро Без баса Ноль бас То мы получаем их По 2 с копейками То есть у нас 5 билетов Стоит 10.75 Поэтому стоит брать Объединенные билеты Которые и на Автобусы И на метро Не знаю Почему так Непонятно Но тем не менее То есть мы выбираем Вот этот На одну зону 10 винтаж ингредиентов 10 Не знаю Там Посадок Наверное Как это переводится И жмем Конфирмар И у нас автомат Просит Внесите бабосики 9.95 И соответственно Мы вносим бабосики Всеми имеющимися У нас способами И автомат нам Выдают Собственно говоря Сдачу И билет Оттуда вываливается Снизу Вот такой Нехитрый способ Покупки билетов В испанском метро В Барселоне Интересная надпись Табличка Детективус Приват Инвестигейтор Детективс Частные детективы Короче переводится Вот и интересно Как они работают То есть получается Что Если мы Обратились К кому-то К полиции Например Еще к кому-нибудь Опа Вот и я Если мы Обратились К полиции И хотим К этим Чудесным парням Обратиться Надо сейчас К кого-то выбирать То есть получается Что Полицейские Они То ли функции Не выполняют То ли ты не разбираешься Ни хера Ну единственный момент Мне приходит в мысль Это залюбовница Если проследить То ты обращаешься К частному детективу Но если провести Какое-то расследование То вряд ли Короче Я так подозреваю Это служба Частная служба Наружного наблюдения То есть Если вы хотите В Барселоне За кем-то Проследить Провести Так сказать Оперативно-розыскное Мероприятие Наблюдение То вы идете В такую контору Которая С удовольствием Это делает То есть Это по сути Ноги То есть Ноги За деньги Вы платите Деньги И получаете Ноги И можете Там говорить Так Жена моя Живет там-то Уходит сюда Тогда-то Сегодня Я оплачиваю Весь день Хочу знать Где была Что делала С кем общалась И провести Так сказать Установление Тех лиц С кем она общалась Но если Думать Что Инвестигейторы Это люди Которые проводят Расследование Типа У меня украли Кошелек Цыгане Нужно найти Того гада И наказать его Или хотя бы найти То Становится Крайне Затруднительным Наверное Проверка информации Он скажет Ну ничего не нашел Три дня искал Не спал В засаде ночевал Всех цыгана просили Ничего не нашли Поэтому Сегодня кстати Фонтан не работает Здесь вот фонтан Такой интересный Из него Вон в ту чашу Вот эта вот труба Вот эта вот Которая подсвечивается Это не мост Это оказывается фонтан Сегодня он не работает Но обычно Из него Выливается Вот в эту вот чашку Вода Откуда она берется Непонятно Но это какой-то гений Современного искусства Вот здесь Конструкция Есть куб Такой Это современное Испанское искусство Ну вот собственно говоря Фонтан такой Вон собачка гуляет Вон кафешка Вот костел Это Улица На которой Мы живем Здесь Вполне себе Очень круто На самом деле Как бы ни казалось Это близко от центра Очень так неплохо Получается Вот это костел И вот идет Такая улочка Чем Опа Осмотрено Надо кричать Спросите вы Почему осмотрено О Бампер Молодец Осмотрено Потому что В армии Все время После еды Осматривали Котелок Там была ложка Кружка Пластмассовая И После того Как его помыл Нужно было Все это дело Показывать Командиру Чтобы он Сказал Там Осмотрено Что типа Нормально Вот И Если ты уронил Нужно идти перемывать И соответственно Когда кто-то ронял У него все рассыпалось И кричали Осмотрено Дружно Хором Вот станция Лесопс Поднимаюсь я Выше по улице Улица Называется Дай бог памяти Как же она называется Это господи Вот есть школа Английского на ней Дети с нами Что-то не фокусируется Ну ладно Вполне себе Кстати Неплохая улица Когда-нибудь Вспомню Или В какой-нибудь Куске Следующего Видео Я Озвучу Секретное Название Либо Может быть Сегодня Табличка Будет Прочитаем Название Название Такое Так Блин Нет Название Лопес Какой-то Написано Чем прикол В этой улице Там Где мы Поселились У нас С одной стороны Была рыба А с другой Было мясо Рядом Был Хлебный Магазин И было Причем Два И был Что еще Был Специи Овощной То есть Такие Маленькие Магазинчики Все В принципе Были Вот Чувак Готовится Уступить Нам На Зеленый Сейчас Красный Посмотрим Все Пошли На Красный Ну Я Пошел На Красный Вот Вот Интересное Место Тоже Забор Мне Понравился Есть Какая-то Частная Резиденция За этим Забором Но Тем Не Менее Заборчик Вот Так Прозрачный А Это Резиденция Вот Этого Чувака Что-то Написано Кто Поймет Переведите Злостная Надпись Кстати Вот Знаки У них Все Номерные Вот Есть Номер Знака Который Выдан И Ты не Просто Так Повесил Что У тебя Тут Установка Запрещена Как У нас У всех Это Делают Возле Подъезда В магазинах Нарисовали Маркером На стене Типа Остановка Запрещена И Все Ну Вот Мы Сейчас Доходимся Довольно Таки Далеко От центра Но Тем не менее Движуха Тут Вообще Очень Интенсивная Большинство Улиц Как я Понял Движение Одностороннее И Несмотря На Того Блин Что-то Не фокусируется Неужели Сломался Будем Надеяться Что Нет Наш Фотоаппарат Несмотря На Тоже Движение Интенсивное Достаточно Сейчас Уже По местным Меркам Глубокий Вечер Так Вот Наш Рыбный Магазин Он Походу Уже Закрыт Или Это Я не К рыбному Магазину Еще Подошел Где Улица Наша Так Нет Это Походу Не рыбный Вот Стоматолог Этот Веселый Улыбается Вот Собственно Движуха Загорелся Зеленый И Продолжаем Движение Нет Это Не наш Квартал Мне пройти Еще Один Квартальчик Но Вот Засниму Все Как Есть Как Я иду Домой Это Я иду Из Метро Кстати А рыба Работает А рыба Работает Сейчас 22.16 Это По местным Меркам 9 часов Вот Он Наш Рыбный Магазин Демотарились Не хочет Фокусироваться Нифига Не знаю Почему Может Пылинка Какая-то Попала Или Что Давай Еще Коразок У нас Фокусировался Это Рыбный Магазин Очень Хороший Рыбный Магазин Вот Этот Дедок Вернее Дядька Который Здесь Работает Китаянка Или Кореянка Или Японка Вполне Себе Такой Четкий Рыбный Магазин У них Находится Он Прямо Напротив А вот Дома Где Мы Живем Весной Я Скорее Проскочил А может И Не Проскочил Вот Это Гипермаркет Здесь Ну Типа Магазин Обычный Как Гастер Идет Вот И Движемся Мы Движемся Вот 34 Домик А у Нас 36 А вот И Наш 36 А Улица Называется Република Аргентина 36 Закрыто Никто Нас Не Ждет Вот Это Вот Булочная Чтобы Вы Понимали А вот Где-то Следом Походу Через Один Дом Или Где-то Находится Овощной Магазин А мясной Походу Уже Был Закрыт Но Тем Не Менее Вполне Себе Удобно Очень Хороший Район Мне Нравится Ну Все Сколько Я Три Минуты Пехом Прошел До Метро Удаченько Просто Заселились Вот Кстати Наши Окна Вот Там Третий Этаж Вот Эти Вторые Балконы Это Наши Буду Попытаться Туда Прорываться